Наверное, где-то здесь деньги, которые получат лауреаты премии Курехина. Ребята, а где деньги, вы не знаете, которые они получат? Номинанты, да. Вот, может быть, они здесь? Нет? Нет? Давайте поищем. А где они? Нет денег. Мы не знаем, мы понятия не имеем. Мы вообще здесь ни при чем, мы просто пришли посмотреть. То есть вы обычные зрители, насколько я понял? Да, да, абсолютно обычные, абсолютно обычные. Я, Александр Мальч, рад приветствовать вас на второй церемонии вручение независимой премии в области современного искусства имени Сергея Курехина. Ребята, деньги не пахнут по-любому, потому что они здесь. Это список тех, кто победил сегодня на премию Курехина. Он нам достался. Очень странным путем не буду об этом говорить. И мы, наверное, пойдем и спросим, куда ребята потратят свои деньги. На самом деле, не все еще знают, что они выиграли, а мы уже знаем. Ребята, что будете делать с вырученными деньгами? Там 100 тысяч, да, кажется, у вас? Не знаю, посмотрим. Может быть, куда-нибудь поедем записываться. В Норильск вот у нас есть мечта поехать, альбом записать. Я думаю, хватит. Итак, победителем становится группа с замечательным названием из детства. Я лучше найду. Как вы-то сюда попали на премию? Вы же вроде не номинированы сегодня. Нет, ну зачем? Я не люблю премию. А вот если бы вы получили премию денежную, например, куда бы вы потратили деньги? Ну, там 100 тысяч, например, гонорар. Ну, не знаю, дал бы, может быть, на искусство. А нам бы дали вот в поддержку первого альтернативного, например? Ну, вообще, возьми, пожалуйста. Ты сегодня победил в какой-нибудь номинации? Да, сегодня это победил, так. Победил в одной из номинаций? А ты знаешь, что у меня есть список вообще всех, кто выиграл, вот, на самом деле? Сейчас мы сверим, на самом деле, со списком. Так, Боймурат, этномеханика, электромеханика. Вот я что-то не вижу твоего имени здесь. Премию имени Сергея Курехина в номинации «Лучший поэтический перформанс» он получает… Взявшая последний рубеж Наталья Кирякшина, Ефиманская Курехина. В чем тебе поможет премия? Мне она поможет, во-первых, какое-то время не думать, где мне брать деньги вообще на выживание и кормление сына. Своего ребенка. Вот. Ну, хотя бы это. Потом я собираюсь снимать фильм и вот вложу в него немножко денежек. Как вы вообще поделите, на самом деле, эти 250 тысяч? Вы же победили Гран-при. Ну, я, конечно, поеду в Париж, накуплю себе кучу одежды. Я шучу. В спектакле принимают участие, на самом деле, за кадром и в кадре 17 человек. А что женщина может купить на 14, ну, 15 тысяч почти? Да нет, я не хочу ничего покупать. Я думаю, что мы сделаем новый спектакль. Ну что ж, мы снова в поисках денег на премию Курехина. И вот, кажется, у него-то они по-любому есть. Где деньги? Надо на него надавить. А вот и результат. Теперь мы раскроем все карты. Вот кто стоял за всей церемонией и кто не получил премию. Привет, ребят. Это Копа в огне. И, собственно, вот эта вся конгломерация, которая занимается всеми этими спектаклями. Гран-при, не гран-при, но мы все равно в деле. И нам, по сути... То есть Копа сегодня при исполнении, по сути? Это нам очень даже. А были сегодня какие-то преступления, связанные с коррупцией? Например, куда деньги ушли? Непонятно же. Конверт с деньгами пропал, да. Да. И вот тот человек, который не вышел, на самом деле, его просили не выходить, потому что этой премии не было. Может быть, он вот здесь? У тебя конвертирует? Конечно, у меня. Я ради этого все и делал. Я ехал сюда, чтобы потом не работать до конца дней своих. Нам очень важно было передать фактуру, текстуру, ощущение до картона. И то, что мы его увеличили и сделали объемным, для нас это шаг вперед. Мы пощупали, мы пробовали его под разными углами, разные формы, округлые, квадратные, прямоугольные. Тяжелые, легкие, из картона, из дерева. Вся эта комбинация явила собой дикий просто конструктор убойной силы визуального... Ты готовился. Последнее слово, основанное. Визуального, да. Я не знаю, что хотите сказать искусство. Искусство, да. Безусловно. Ты готовился. Ты готовился. Ты готовился. Ты готовился.